Всем привет! Рада вас видать на своем канале. Тростиночки! Официально открываю запись в свой марафон сопровождения. Марафон стартует 23 сентября. Если ты хочешь стать участником моего марафона сопровождения, пиши в комментариях «Хочу марафон». Я сброшу вам ссылочку на свой контакт. В моем марафоне вы получите план питания, мое личное сопровождение, а также волшебный пендель. Сейчас вы видите результаты предыдущих марафонов. Я очень рада, что, закончив Харьковскую школу нутрициологии в течение года, получив сертификаты, получив диплом нутрициолога, я могу помогать женщинам улучшать свое здоровье. Такие марафоны я провожу уже более полутора лет. В сичне, в январе будет уже ровно два года. Мы каждые две недели идем к новой версии себя. Поэтому, если вам необходима помощь, если вы ждете понедельник и думаете, что этот понедельник ваш, да, этот понедельник ваш, мой марафон можно присоединиться каждый понедельник. И вы знаете, я раньше и вот сейчас, в принципе, также проговариваю о том, что марафон стартует 23 сентября. Но, как показывает практика, мои видео смотрят не день в день, а могут увидеть и в четверг, и в среду, и в пятницу, и в субботу. И вот самый ближайший понедельник ваш. Поэтому, если ты хочешь стать участником моего марафона с сопровождением, пиши в комментариях, хочу марафон. Что это за бабочка такая залетела? Прям вижу, перед камерой летает бабочка. Это, наверное, хороший знак. Поэтому, пиши в комментариях, хочу марафон. Цена свободная. Две недели мы с вами будем вместе работать над новой версией себя. Вы получите мои личные рекомендации. Вы получите основу, как выглядит правильно сбалансированная тарелочка. Мои марафоны работают на основе рационального, сбалансированного питания. И как только мы с вами уберем причину, а это перекусы, подъедания, это срывы, мы сразу же продолжим улучшать свое здоровье. Потому что очень часто мы работаем с последствиями. А причина это недобалансированное питание, это подъедание, это перекусы, скусятничество, я так еще это называю. Поэтому очень важно сбалансировать свою тарелочку. Я сама пришла к результату минус 60 и в своих марафонах женщин учу правильно питаться. Девчонки, сегодня это был такой маленький анонс, маленькая, скажем так, видеореклама моих марафонов. Я очень рада, что они стали уже как сарафанное радио. Уже большинство женщин ко мне приходит по рекомендации, чего, собственно, я и добивалась все это время. Мне очень приятно, что результаты ваших друзей, ваших знакомых вас мотивируют на улучшение своего здоровья. И очень часто мы с вами попадаем в такие моменты во время похудения, как срывы, зажоры. И вот сегодня я с вами хочу поговорить на эту тему и поделиться такими маленькими своими лайфхаками, как я избавилась от таких процессов во время похудения. Это очень и очень важно. Поэтому следующая часть видео будет для тех, кого иногда посещают срывы, зажоры, ну и все вот эти вот рабочие моменты во время снижения веса. И что же делать, если ты сорвалась? Сегодня я хочу с вами разобрать такую тему, как минимизировать вред от зажора. Да, девочки, как нутрициолог я могу вам раскрыть некоторые секретики и дать свои, скажем так, собственные лайфхаки, так как имею собственный результат минус 60 килограмм. И сегодня мы разберем ситуацию, которая может случиться, ну, практически с каждым. Я более чем уверена, что каждый был на этом пути к похудению и сталкивался с срывами и с зажорами. Если это так, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Мне не стыдно признаться в том, что у меня было очень часто, особенно в начале похудения, в первые два месяца, три месяца, шаг вперед, два назад. В конце этого видео я вам дам лайфхак по снижению вреда от сладкого. Поэтому, 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 девочки, нервничаю сейчас, вспоминаю вот эти свои, скажем так, до и после. Это, конечно же, до был трешак. Но сегодня мы это все с вами разберем. Если вы сорвались на еду и у вас, ну, скажем так, случился зажор на пути к похудению, знайте, вот хочу прямо, чтобы вы это записали. Это не вы такая, да, обычно вы начинаете, я такая бесхребетная, у меня нету силы воли или там еще что-то, да. Вот вы часто себя так ругаете. Я себя так часто ругала. Просто нужно проанализировать. Девчонки, все старо как мир. Ничего нету нового. Вам никто из специалистов нового ничего не расскажет. Просто необходимо проанализировать, что вы сделали не так и устранить причину. Не работать над последствиями, а работать над причиной. И чем быстрее вы найдете причину, тем быстрее вы уйдете от этой, скажем так, зависимости, срывов и зажоров. И, конечно же, будет вопрос, что это может быть? Ну, смотрите, пока мы питание не трогаем, возможно, вы поставили перед собой, ну, скажем так, невыполнимую задачу. Скинуть там 5, 10, 20, 30 килограмм за 2, за 3 недели, за месяц, это невозможно. И, естественно, не увидев результата, вы сорвались, да. Вот моя же там подружка похудела на 10 килограмм, но вы не учитываете, что подружка была там 100 плюс, а у вас там 70 с хвостиком. Вы, скорее всего, одна еще причина, есть то, что вы в ленте там смотрите различные рецепты и то, как вкусно худеют и едят. Особенно меня умиляет, когда некоторые специалисты говорят, у меня будете бухать и будет все хорошо. В соцсети, они всегда вам показывают те ролики, которые вы больше всего просматриваете, лайкаете и сохраняете. И таким образом вы думаете, так это же можно есть все. Но, девочки, не ведитесь на вот такой, скажем так, обман. Это так вот, я мягко об этом говорю. У вас, например, еще один, может быть, одна еще причина. У вас, например, дома много запрещенки. И вас постоянно тянет это съесть каждый раз. То есть, где-то в свободном доступе лежит какая-то шоколадка любимая, круассанчик. Когда вы открываете холодильник, вы все это видите. И, естественно, ну, как красная тряпка для быка, как для алкоголика бутылка водки. Естественно, вы это все хватаете. Какие от меня будут рекомендации? Поставьте перед собой реальные цели. И адекватно оценивайте свои возможности и возможности своего организма. Не нужно прям возжелать быстрых результатов. Работайте лучше над медленным результатом. И вы постепенно придете к желаемому результату, но это будет стабильный результат. И, смотрите, есть еще такой момент. Пока вы не адаптируетесь к новому питанию, отпишитесь от всех, ну, скажем так, фуд-блогеров. Потому что вот каждый раз, видя, ой, это все низкокалорийно, там это еще что-то, вас это будет провоцировать. Они показывают всякую еду, рецепты, походы в рестораны, и вас это также, извините за мой французский, возбуждает. Не стоит себя дразнить таким контентом. Я в свое время так и сделала. Потому что вроде бы и ПП, а я этого ПП нахватаюсь так, что мама, дорогая, папа-космонавт. Избавьтесь от запрещенки, которая лежит у вас в шкафах, в холодильниках. Это могут быть там чипсы, какие-то покупные гранолы, шоколадки, конфетки. Нас всегда будет тянуть на все это, когда это доступно и дома. Ну вот, девчонки, невозможно устоять перед тем, если вы в начале стройности. Особенно в период перестройки ваших пищевых привычек. Я убирала напрочь все вот эти смоколыки, которые были триггеры. Запомните, мозг сопротивляется всему новому. И пока новые нейронные связки, скажем так, не выстроятся в течение, ну как минимум 21 дня, вас будет тянуть на срыв. Это происходит у всех, а не только у вас. Вы не бесхребетная. Вы такой же человек, как и я, как и все. Если вы все же сорвались, важно соблюдать одну очень важную тактику. О ней я вам обещала рассказать в самом начале. Не гнобите себя, не ругайте себя, не отчаивайтесь, не уходите в загул на следующий день и в остальные дни. Сорвались? Бог с ним, девочки. Было и было, и забыли. Следующий прием пищи составьте согласно вашему рациону. И снова работайте над построением, скажем так, нейронных связей. А теперь вот самый крутой лайфхак, который вы сегодня получите на этом эфире, который я обещала. Мы все люди. И естественно может случиться такое, что вы ну очень захотели сладкое. И понимаете, что не удержитесь. Бывало такое с вами. Что делать, чтобы минимизировать вред от сладкого? Для этого необходимо, перед тем, как съесть сладкое, съесть сразу такую большую тарелку из свежих овощей и зелени. Это как минимум снизит тягу к сладкому. Ну а как максимум, по максимуму, скажем так, содержит скачки сахара и не убьет, сдержит скачки сахара и не убьет ваш организм. Но это не работает на каждодневной основе. Если вы думаете, что каждый день я буду есть тарелку салата и при этом лупить любимый тортик, девочки, такой лайфхак не работает. Это работает, ну скажем так, в крайних случаях, когда вы будете применять такой маленький секретик, крайне редко. Но этот, скажем так, лайфхак очень классно работает. Поэтому, если это видео для вас было полезным, обязательно напишите комментарий, поставьте лайк и поделитесь этим видео, чтобы ваша подружка, знакомая, кума сказала, а это же возможно и реально. Поэтому, девчонки, продолжаем работу над новой версией себя. Любые украинцы, обожаю нам тыхого, мырного дня. Всем людям на земле я обожаю мыру и зла воды. Я вас люблю, целую и ценую. Пока-пока.